Всем привет, друзья! С вами Чипаев, и сегодня у нас 26 мая 2017 года. И я думаю, ни для кого не секрет, что сегодня официальный релиз игры Пятница 13. Лично я ничего не сказать не могу, особо не следил. То, что видел, показалось таким трышечком, и чисто скоротать вечерок. Могу, конечно, ошибаться, ибо по трейлерам и видосам не привык оценивать игры. Но, как бы то ни было, сейчас речь пойдет не о ней. В честь выхода данной игры, я бы хотел вспомнить другой трышечок по мотивам Пятницы 13, а именно игру на NES 1988 года выпуска. Хоть в свое время ее называли одним из самых худших хорроров истории, и ругали буквально все, начиная от геймплея и самого процесса, и заканчивая музыкальным сопровождением. Но меня уже неоднократно просили подписчики ее одолеть, и, в принципе, не всегда же мне проходить хиты и шедевры. Их с каждым разом все меньше и меньше, как-никак. И причем это игра из разряда, которую я не смог одолеть в детстве. Просто потому, что не понял, что там делать и как ее проходить. Так что в данном прохождении постараюсь все показать, рассказать. И те, кто задавались таким же вопросом, как и я, что происходит в данной игре, куда идти, что делать и как ее пройти, то, надеюсь, я отвечу на них в этом самом прохождении. Итак, приступим! Субтитры сделал DimaTorzok Изначально нам доступно на выбор 6 игроков. Это вожатые лагеря Хрустальное озеро. Нашей основной целью является спасение детей от Джейсона Вурхеса. Всего их изначально 15, и я постараюсь уберечь их всех. Герои различаются между собой скоростью, высотой прыжка и киданием предметов. Вроде бы все. В остальном, в принципе, никаких изменений. Итак, первонаперво, что нам нужно сделать, это заходить во все дома и зажигать камины, дабы отпугнуть Джейсона и чтобы он там не появлялся. Дома делятся на два типа. Это мелкие и большие. В мелкие, как правило, находятся герои, которых мы будем спасать от Джейсона. А в больших будут камины, которые нам нужно зажечь. Также в домах попадаются ценные предметы, типа записок и подсказок. Также можно менять героя в любое время, подойдя к ним. Правда, инвентарь, который мы насобираем со временем, останется лишь у того же персонажа. Так что менять героев, на мой взгляд, довольно спорное решение. Даже бессмысленно. И куда проще пройти все за одного. На мой взгляд, самым удобным персонажем является Марк. Быстро бегает, высоко прыгает. Так что я буду проходить за него. Что и вам советую. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок И вот, когда мы слышим данный звук, у нас начинается обратный отчет. И мы должны, глядя на карту, выяснить, куда же топает Джейсон и кого он хочет грохнуть. И, собственно, успеть вовремя и предотвратить убийство. Стоит сразу дать пояснение, что если Джейсон напал на локацию возле озера, то там у нас находится 15 детишек. Чтобы добежать туда, дается ровно минута. Если мы профукаем 30 секунд, один пацанчик погибнет. Ну а если не успеем добежать за минуту, Джейсон прирежет сразу пятерых пацанов. Таким образом, если всех пацанов завалят, то, соответственно, конец игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а когда Джейсон нападает на вожатых, то есть в любой другой дом не у озера, то там дается ровно минута, чтобы спасти своего напарника. Итак, продолжаем зажигать камины и посещать еще раз дома по второму кругу, потому как в некоторых появились полезные предметы и оружие после прочтения записок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну а что касается леса, то всего их две локации Один вверху и содержит два домика и один внизу Там дом всего один Представляет из себя тот еще лабиринт и заблудиться тут проще простого В нижнем лесу у нас всего один дом, правда там совсем ничего нет Но покажу чисто для галочки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И здесь у нас будет подбосс, а именно мать Джейсона Субтитры сделал DimaTorzok И собственно что нам нужно делать после того, как мы исследовали всю карту Советую найти факел, который будет в одном из домов возле озера Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы все еще не смогли убить Джейсона И он стал только сильнее Итак, пережив второй день Остался последний Тактика в принципе аналогичная Спасаем корешей и детишек И по пути как только выдастся свободная минутка Нужно обязательно забежать к мамане Джейсона Которая на этот раз даст нам самое мощное оружие в игре Кстати, Джейсон последний день невероятно быстрый и ловкий И уворачиваться от него в разы сложнее Субтитры сделал DimaTorzok 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 И собственно вновь по старой схеме Бегаем, ищем Джейсона и даем ему отпор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все обошлось без жертв Собственно вот такая игра, друзья Так как она довольно запутанная И в ней реально по первой не так легко разобраться Решил сделать данное прохождение как гайд Надеюсь такой формат вам пришелся по вкусу Ну а с вами я прощаюсь, друзья, на небольшое время Буквально послезавтра уже увидимся на стриме Так что всех буду рад видеть Он пройдет примерно в 18.00 по Москве Ну что ж, всем счастливо и до скорой встречи Пока!